Продолжение следует... Будьте внимательны. Читая острые материалы, можно порезаться. Здравствуйте. С вами Наталья Николенкова, обычный читатель газет. Московский комсомолец пишет о японской делегации на Алтай. Мы знаем, что в послевоенные годы на Алтае содержались тысячи японских военнопленных. Их родственники, потомки, приехали навестить родные могилы в Барнауле, Новоалтайске, Рубцовске и Бийске. Возглавлял делегацию представитель Департамента социального благосостояния и помощи жертвам войны Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии Тамагава Макото. Он признался корреспонденту МК, что, несмотря на то, что он уже третий раз на Алтае, нынешняя памятная церемония произвела на него неизгладимое впечатление. И еще один материал московского комсомольца посвящен памяти о войне. Из очередной экспедиции в Карелию вернулся алтайский краевой поисковый отряд. Бойцы отряда «Высота» на этот раз нашли останки восьми безымянных солдат алтайского батальона, которые в ближайшее время будут преданы земле в братской могиле на мемориале у села Ругозеро. «Это самый важный итог экспедиции», — говорит руководитель отряда Татьяна Нидбайло. «Ребята, по словам Татьяны Анатольевны, проходят настоящую школу патриотизма, получают прививку мужества. Я им так и говорю, мы приехали с линии фронта. Именно здесь шли ожесточенные бои», — отмечает она. Аргументы и факты вспоминают старую советскую традицию, не самую плохую, кстати, и публикуют большой материал о Раисе Цифциной, члена большой известной династии Барнаумского ВРЗ, председателя заводского совета ветеранов. Общий стаж этой семьи на заводе 228 лет. Раиса Алексеевна до того, как стала инженером-технологом, работала контролером в кузнечном цехе, несколько лет сварщиком. «Я не одна такая на заводе была», — говорит Цифцина. «По большому счету, ничего очень сложного в этой профессии нет. Неужели женщины ровные швы не умеют делать?» «Но физически тяжело, да. Я вытворила, в общем, комплектующие для тормозных колодок. За смену нужно было сделать до полутора тысяч штук. Это значит почти три тонны железа занести в рабочую кабинку, разложить, ровненько заварить, вынести». Раиса Цифцина уверена, что и сегодня не все молодые люди поголовно мечтают быть юристами, экономистами, менеджерами какими-то. Да, есть и такие, кто хочет работать руками. А классный фрезеровщик на заводе или каменщик на стройке зарабатывают прилично. Есть женщины в русских селениях. Правда, хотелось бы, чтобы дамы выполняли менее тяжелую работу, чем укладывание шпал и варка швов. Пятничный вечерний Барнаул в рубрике «Колесо истории» рассказывает о выставке, которую Краевая библиотека имени Шишкова открыла в честь начала учебного года. Это выставка учебников барнаульских школьников конца 19-го, начала 20-го века. «Лиза шла мимо сада по мосту. На мосту была собака. Стой, Лиза, не ходи. Собака лиха». Это отрывок из «Букваренка» Александра Зачиняева 1914 года. Книга из библиотеки Барнаульской женской гимназии. Судя по старым учебникам, сто лет назад большее внимание уделялось грамотности, географии, точным наукам, в том числе и астрономии. Вся литература того времени, говорит главный библиотекарь отдела редкой книги Наталья Воробьева, была крайне патриотического содержания. Лучшие произведения классиков, посвященные родине, никакого намека на сомнения в величии своей страны у детей не должно было возникнуть. И на десерт анекдот от вечернего Барнаула. Ты как женился? Благодаря интернету. Сайт знакомств? Нет, в театр сходил, когда модем сломался. Да здравствуют театры и бумажные СМИ. Увидимся в среду. Счастливенько. Целую.